привет 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 слушайте хочу вас у вас спросить ваше мнение узнать вообще мнение моей взрослой аудитории по субжу так называемому по тому что написано в названии этого стрима обычно я вообще подобными вопросами не интересуюсь но во первых по мне совсем недавно прошла прошла снимаги это во первых а во вторых значит я в понедельник еду на съемку мне неожиданно звонит телеканал 360 они часто всякие каналы там радио не привет привет они часто спрашивают у меня по разному вообще поводу какие-то комментарии но эти поводы всегда автомобильные я такая да да 30 360 привет здравствуйте жду автомобильного вопроса и вдруг слышу а что вы думаете по поводу немагии причем здесь я собственный почему вы меня спрашиваете почему вы спрашиваете про немагию это удивительно ссылку о чем речь на канале немагии вышло видео в котором они всячески там склоняют и спрягают тинькова как ну собственно в свойственной манере вот так что ну я дала свои комментарии по поводу того что я думаю про немагию и не знаю еще что оказывается у них там гипер успешный видос тот момент вышел про то как что они думают про тинькова и значит приезжаю домой и в нем уж говорит а ты видела да вы че все это с ума посходили и я конечно же посмотрела это было во вторник просто не доходило дело пожалуйста вот пишите ваше ваше мнение мне очень интересно что вы по этому поводу думаете а я пока расскажу что думаю я немагия права всем привет я буду кстати зачитывать потому что если вы будете смотреть потом этот видос то вы не будете видеть то что пишут люди а собственно интересно не мое мнение а больше мнение аудитории не могу по свету никак попасть вот человек пишет а вот попала вот на меня свет чушь они видео но кстати интересно чушь вот вы напишите чушь почему по содержанию или просто по тому что вам вам именно не понравилось в видосе тиньков зашквар думаю они сказали все достоверно ну короче пока подавляющее большинство аудитории за не маги против тинькова давайте коротко больше миллиона просу да они по моему 3 набрали как минимум у пацанов бомбануло потому что они с главного видео не получили денег как я понял а короче думаете вопрос в бабасиках опять не магия халуи путина репрессии оппозиционных блогеров что-то я не поняла причем с тинькофф и блогеры тинькофф гад людям нечего снимать выкладывает говно разложили по полкам тинькофф такой на самом деле так качество немагии раз расстраивает что ты скажешь насчет зашквара академика кредит и зло тинькофф аферист начать по вопросам мои ответы коротко что я о чем думаю значит если говорить о тинькоффе потому что вот скажу сразу с того что коротко если говорить о тинькоффе то данная персона ну конечно не он персонально его всякого рода сотрудники выходили на меня с много раз желанием рекламироваться я отказалась по одной простой причине сначала вам честно скажу отказалась потому что очень сильно бомбят на всех блогеров которые рекламируют тинькоффа собственными нет проблем с рекламодателями честно вам скажу я имею возможность выбирать по этой причине я сначала отказалась вот сначала точнее отказалась по этой причине тинькофф говнюков ну то есть смысл понять понятен далее я у хача и от хача услышала что это крайне неприятный персонаж который лжет и его фраза о том что блогеры я об этом уже говорила в прошлом стриме блогеры за деньги мать родную продадут для меня этого человека убила навсегда со всеми его любыми бизнесами я на это говорю одну простую вещь давай чувак попробуй для начала меня купить потом про за маму мою возьмешься то есть это крайнее не неуважение к блогерам к их работе господин тинькофф не представляет вообще что из себя представляет наша работа и по этой причине он позволяет себе такие пуки в воздух собственно он конечно человек авторитетный и бизнес у него большой и все замечательно там и круто ну вот пусть в нем и сидит его бизнес в том числе развивается за счет рекламы у этих блогеров которые якобы маму родную продадут я бы с точки зрения крупных блогеров тоже я думаю что не академик не другие не бедствуют совсем без тинькоффа я бы отказалась от сотрудничества с этим господином именно по причине неуважения так режим карты тинькофф снимаем видео ребят как хотите у меня не было когда совместочка за русским думаю что не будет и и скорее всего тинькофф сам быть что его банк лучшая по сути работает только через другие банки и всех поливает лицемерия как минимум может быть это то что показала не магия чуть попозже проговорю что я думаю про не магия не магия подлые лжецы и выродки понятно ваше мнение ясно пассив большое давайте сейчас тогда раз уж у всех своя цена артем я вам так скажу если вы в отношении того что я сказала имейте ввиду что и меня и можно купить просто вопрос в сумме есть некоторые принципиальные моменты то есть если в данный момент ко мне придет тинькофф и предложит мне 10 миллионов за одну интеграцию я пошли вон простите нахер вырвалась собственно потому что есть некоторые моменты в моей жизни которые принципиальны мне нужен остров мне нужна супер крутая тачка за там 20 миллионов мне не нужны и десяток мне не нужен дом майами нет все круто конечно иметь но иметь это и чувствовать себя говном то есть это не мой вариант академику придется отдать рэнч если он откажется от тинькова я понятия не имею не знаю об их отношениях неужели не понятно что у немагии заказной проплаченный ролик на тинькова кто знает а может быть кстати есть же собственные конкуренты у тинькова но тем не менее я вам могу сказать вот раз есть теперь тема про немагию россию затронули рассказываю свою историю снимать и полтора года назад перед новым годом я будучи в таиланде решила смотреть других блогеров у меня было время я посмотрела один из видосов немагии и была поражена насколько остроумные ребята написала прям в контакте михаилу михаил был весьма приветлив и спросил собственно какой видос я написала какой видос мне искренне очень понравилось остроумие сейчас простите голос сел не из-за того что я курю от того что мне привычный ренит беременных вот и я им написала чуваки а бомбоните такое про меня пожалуйста у меня тогда было там 200 250 тысяч подписчиков бомбоните про меня такое это круто это безусловно очень очень остроумно и главное что те видео я не помню про кого и про что я смотрела те видео они не были оскорбительными сейчас то что делает немагия это пошло гадко и отвратительно и не потому что они сделали свой обзор на меня этот обзор мне дал просто дохрена ребята у меня была самая большая по деньгам партнерка за всю историю существования лисы рулит партнерка это те деньги которые мы получаем от встроенной в видео рекламы рекламы то есть не то что я вот в кадре говорю что ой ребята давайте посмотрим вот предложу я вам вот это хотите купите не хотите не купить а то что в прям видео встраивается там сейчас основном это идет реклама яндекса там и так далее вот собственно вот от этой рекламы я получила абсолютно рекордную сумму также у меня было вот они выпустили в конце июня за июль у меня был абсолютный рекорд по росту подписчиков то есть даже при том что от немагии приходят просто просто неуправляемая стада которая срет на все на хорошее на плохое просто срет у них жизнь такая вот это стадо безусловно дает дает подъем каналу потому что ютубу все равно кто и откуда и куда пришел они видят внимание каналу и логика ютуба этот канал поднимает вот так что в этом есть свой плюс но вот возвращаясь к той истории они мне отказали я я им даже деньги предлагала за обзор они сказали может быть потом может быть но только начни с обычного прирола я прирол у них купила он был совсем недорог по моему 1012 он тогда стоил и вот пришла именно та аудитория которая показалась внешне не нафиг не нужно вообще очень буйная жесткая и мне собственно не интересная вот и я решила что дальше продолжать переговоры о том чтобы интегрироваться но не интегрироваться о том чтобы купить у них заказной ролик я не буду мне это не нужно далее мы с мишей по нескольким вопросам в том числе по вопросу посадки эрика перед посадкой эрика того что они прошлись под авидачу много общались миша мне казался адекватным далее я написала после того как они выдали вот это вот хрень про меня я ему написала жалобное письмо мне просто была интересная его реакция реакция мне лишний раз показала в общем то что я про него думала мне сейчас категорически не нравится не магия потому что они скатились на оскорбление именно на оскорбление людей про которых они делают свои ролики там очень много лжи очень много ну вот наши в отношении себя могу сказать очень много просто слепленных фраз вырванных из контекста не имеющих ничего общего с реальностью но они хайпят на этом то есть это канал который в данный момент не генерирует контента просто паразитирует на других на ю тубе так скажем узнаваемых каналов вот вот это мое мнение а давайте теперь почитаем ваше мнение я вы где интернет висит говорю как бывший работник тинькофф банк банк дно спасибо большое новосибирск что смотрите обломов от него открестился тинькофф пиарится на немаги но это вот о чем я говорила черный пиар это тоже пиар то есть я думаю что тинькоффа там тоже все поднялось услуги банка хорошие но это не его заслуга сам олег вызывает отвращение не магия пиздоболы кладу уй на немагию ребят выговорил елена вы говорите с третьих слов якобы он кому-то сказал это чушь посмотрите пожалуйста видео хача там записано прям разговор голос интонация это в сто процентов тинькофф никто ничего с третьих слов не говорит я третьим словам уж давным-давно не верю ребят мне почти 40 лет не в том я возрасте третьим словам верить там голос тинькофф это говорит сам тинькофф что блогеры за три рубля маму родную за деньги маму родную продадут синьком можно поиметь кучу бабла он чудак на букву м ну да мнение ясно понятно тоже негативное прошлом видосе это ведь не академик верно да ребята в про range rover это конечно не академик совершенно случайно мы приехали на место съемки там ходит парень я просто я его увидела я думала упаду я приехала снимать range rover в москве а там академик присматриваюсь конечно же нет это не он просто очень похожий парень дима его зовут у него бмв x6 44 академик не продал маму и академик интегрировал себе тинькоффа до того как господин тинькофф выдал вот такой вот в эфир нет парня зовут не кости это его потроллил немножко вот этот господин вон в красной майке который сидит не видно его он женька это конечно его дима зовут ну помнишь парня из ним и из немаги игоря до который на академику по вас академик шлюха в кубе да блин с чего вы взяли вот не надо так ребят вот зачем не надо просто гадить на кого-то просто просто гадить если мне нравится у него много рекламы не смотрите у нас у всех сейчас много рекламы но потому что будет проект по тесле обходится мне как минимум в 4 ляма где их взять нужно интегрировать рекламу а что делать пусть вернет 10000 баксов какие 10000 каждый зарабатывает как можно но это я о том же но не нравится просто не смотрите перейдите на другой канал зачем гадить на все что не видишь что видите по поводу тинькоффа ребят пересмотрите дарья пересмотрите видео еще раз я самом начале подробно разложила люди заплатили за рекламу а их кинули а я поняла украинские ребята тоже сейчас гремит эта история мне тоже мне рассказывал жени оператор я не знаю понятия не имею то есть не могу прокомментировать потому что я не знаю ребят из украины вообще не представляю стрим нельзя отмотать но он будет сохранен на канале как обычное видео и вы его можете посмотреть вот и все только запись да но я в записи в этой говорю же собственно мое мнение по поводу тинькоффа каналы классные спасибо вам большое субарист да мы раньше хорошо общались стриме но я вам говорю это люди которые вот это люди которые ради своего хайпа готовы они знают прекрасно все что я имела ввиду они знают прекрасно что мой поход в думу она исключительно с благими целями сделан что это ну короче они просто ради того чтобы хайпануть нарезали кусками мои слова и и мне просто интересно было реально что вот мне но не то что в глаза в контакте в личной переписке скажет миша я про него все для себя поняла в общем так я и думала иногда знаете бабло побеждает зло иногда зло победила людей для того чтобы зарабатывать бабло вот это произошло с ним магии с интересного проекта они превратились просто в чуваков которые зарабатывают деньги на всем я вам говорю еще раз о том что в принципе у них можно заказать за большие деньги даже в рамках youtube а то что они обосрут кого угодно вот собственно и делайте вы выводы об их непредвзятости от академика я отписался ты 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 елена смотрю но не то что раньше ребят ваше право кто-то пишет ли на у тебя вообще новый уровень вот только сегодня но что новое вы вышло видео которое опять висит в трендах и сейчас на основном канале про и россии народ там массово пишет что новый уровень съемки подачи материалов кому-то нравится приходят люди не нравится уходят это личное дело каждого сколько сколько стоит деталь по окраске на тесле но пока пока нет никакой окраски пока разбираем проблема мне магии в том что кредит надо отдавать уровень нормальный молодец мне все нравится все круто но рекламы в разы больше чем раньше я еще раз объясняю ребят ну и на этом я думаю завершим беседу потому что она у нас уже долгая получилась дело в том что без рекламы невозможно делать проекты а проекты вам нравится больше всего вот так с геликом ничего не случилось на нем прекрасно ездит сашка потапов все ребят спасибо вам что были со мной завершаемся обнимаю целую пока